Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас в гостях наш любимый ландшафтный дизайнер, дендролог Виктор Тропченко. Здравствуй, Витя. Здравствуйте, здравствуй, Андрей. Да, у нас Витя предложил очень интересную тему. Мне кажется, что она должна заинтересовать всех садоводов, как минимум северо-запада, но, может, и других более северных регионов тоже, потому что мы хотим поговорить о банановодстве. Да, это такой шуточный термин, введенный одним нашим коллегой. Северное банановодство. То есть, это попытки выращивания в культуре растений, которые здесь находятся на грани выживания. Не замирания, а выживания. Да, да. Можно сказать, что на любом участке, особенно там, где есть строение, какие-то посадки, остатки леса, которые еще не вырубили при строительстве, создаются некие зоны с уникальным микроклиматом, который оказывается более мягким, чем какая-то другая часть участка или микроклимат обычный для нашего региона, для того или иного региона. И в этих местах как раз можно экспериментировать. В силу того, что все-таки с каждым следующим годом зимы становятся более мягкими или более предсказуемыми, хотя, конечно, наоборот, они становятся менее предсказуемы, но более мягкими. Потому что пресловутое глобальное потепление, климатические изменения, они приводят к тому, что система становится менее стабильной. И то, что было, скажем, лет 20 назад в Сочи, когда одна зима была английская, другая сибирская, постепенно становится характерна и для нашего северо-запада. Ну, мы немножечко, да, все ближе и ближе к Европе. И, конечно, нам хочется, мы сейчас все... Вот замечательный каталог ты сегодня принес, и я его листаю. Конечно, и это хочется, и это хочется, и это хочется. Так надоели уже все эти постылые елки. И растения, к которым мы привыкли, они, конечно, прекрасны, но хочется что-то новенького. Всегда хочется что-нибудь такое интересное привнести, подвинуться. Из нашей вот этой вот четвертой зоны мы потихонечку уже в пятый, я так понимаю, Петербург. Хельсинки отчасти уже в шестой, а мы практически находимся рядышком. И, возможно, мы что-то тоже можем уже потихонечку в свои сады притащить, не опасаясь, что оно умрет на следующий же год. Ну, пусть оно будет жить не 10, не 20 лет, но какие-то растения вполне там на пятилетку. Если оно у нас в течение пяти лет будет расти и радовать. Да, и я думаю, что многие растения, которые раньше были именно на грани выживания, теперь стали более устойчивыми, их можно сажать, в том числе и сады, использовать в ландшафтном дизайне, потому что для ландшафтного дизайна все-таки характерно использование наиболее устойчивых видов, которые гарантированно не выпадут. Это вопрос, в общем-то, бизнеса, потому что посадка с гарантией предполагает, что вы несете ответственность за свою работу, и, соответственно, в ассортименте должны быть те растения, которые не выпадут, если вдруг зимой случится минус 30, или, по крайней мере, не погибнут полностью, даже если пострадают. Я думаю, что в более теплых частях Ленинградской области, то есть это полоска вдоль побережья, окрестности Петербурга, возможно, в пределах 20-30 километров от залива, какие-то тихие уголки, где более-менее тепло, и вокруг лес, вечно зеленый лес, хвойный, еловый или сосновый. То есть там, где нет сильных ветров, там, где нету резких перепадов температуры, там, где все нормально со снеговым покровом. Вот там, я думаю, как раз хорошее место для эксперимента. Первое, что можно сказать, наверное, именно в нашем регионе важна защита от северо-восточных ветров, потому что так получается, что самые холодные ветра у нас идут не с севера, они идут с северо-востока, в силу того, что Арктика у нас именно там. Северо нас прикрывают. К счастью, потому что там регионы с более мягким климатом, то есть Мурманская область, Карелия, а вот то, что идет дальше на восток, Архангельская область, Коми и дальше берег Северного Ледовитого океана, как раз это то место, откуда приходят самые холодные ветра. Спрятаться от Коми нам нужно, значит, получается. Нам нужно спрятаться от Арктики, потому что Коми тоже страдает от Арктики. То есть сажать растения нужно так, чтобы они по возможности были чем-то защищены с северо-востока. Более хрупкие растения. Это могут быть какие-то постройки, это может быть высокий забор, это может быть хвойный лес, это может быть посадки туй или елок, любых других растений. То есть то, что защитит от ветра. И это действительно похоже работает. По моему опыту, по крайней мере, это вот именно вот многие вещи, многие растения растут именно в таких условиях хорошо. Что касается того, что можно пробовать, например, начнем с хвойных. Тис – довольно известное растение в культуре. В нашем регионе иногда прежние годы. Оно использовалось еще в советские годы в садах и парках, довольно редко отдельными какими-то посадками. Был широко распространен сорт тиса ягодного ауреа. Невысокий кустарник, которого молодые хвоинки ярко-желтого цвета, потом они зеленеют. Но в отдельные годы даже эти растения смерзали по уровню снегового покрова. Последний раз это случилось даже в ботаническом саду в центре города на Петроградской стороне, окруженной реками, где относительно мягкий климат. В начале 2000-х, когда многие тисы просто были обмерзли по уровню снега. Потом отросли снова за эти почти 20 лет. То есть они, в принципе, тоже не сошли на ноль, а все-таки восстанавливаются. Все зависит от того, насколько сильно они обмерзают. То есть если, допустим, у нас случается отсутствие снега и минус 35, минус 40 в течении, ну это невероятно, наверное. И это уже такая гипотетическая ситуация. Все-таки минус 40, я думаю, у нас уже, надеюсь, не будет. Хотя на востоке Ленинградской области это, в общем-то, даже сейчас. Не то чтобы редкость, но эти ситуации случаются. Кроме тисов у нас еще есть различные кипарисовики, которые раньше были менее устойчивыми, но сейчас они тоже могут жить. В частности, это кипарисовик горохоплодный, кипарисовик или кипарис нутканский. Это вид, который с побережья Аляски. Кипарис из Аляски? Это звучит вообще... Это игры систематика. Это настоящее бананомодство. Игры систематика. Звучит прекрасно. Да, это дерево, которое достигает в природе 30-40 метров. У нас, конечно, такие экземпляры большие не будут. Но у него плакучие ветки. Точнее, у него горизонтальные ветки, с которых свисают более молодые побеги вниз. И это действительно довольно нарядное дерево, красивое. То есть, это не типичный пирамидальный кипарис, к которому все привыкли? Нет, это игры систематиков. Очень часто современные новые исследования показывают, уточняют место того или иного вида. Федот, да не тот. Да, да, да. В гидонической системе. Поэтому действительно постоянно какие-то переносы, которых не ожидаешь. Просто потому, что раньше это формировалось по морфологическим признакам, а теперь уже по генетическим. Это не всегда соответствует нашим представлениям о том, как растение должно выглядеть. Его настоящая наследственность. Поэтому вот этот кипарис нутканский, который был кипарисовиком нутканским, ксантокипарисовиком... Нет, ксантокипарисом нутканским. Теперь он стал кипарисом. Какое-то время он здесь пробудет. Но это опять же ироничный вопрос. Другой вид кипарис горохоплодный. Дело в том, что эти растения, в принципе, у нас зимовали всегда. Просто они зимовали в местах, где тепло, мягко, мягкий климат, нет резких перепадов. Но сейчас, я думаю, их можно просто более широко использовать. Тис кипарис. Также туиопсис. Это рот, в котором, в принципе, веточки похожи на туи отдаленно. Только они более широкие, более жесткие. В принципе, он тоже может вырастать в достаточно крупных местах с мягким климатом. Туиопсис прекрасно назвали. Да, туиопсис доля брата. Вчера как раз я на удельной видел вот эти вот большие туи. Я думаю, что это туя складчатая. Либо какой-то ее сорт. Вот я фотку помню. Слушай, ну, складчатая это вот такая здоровая штука, которая в лесу растет. Огромная такая. Да, кстати, вот в лесу она растет давно. Это линдоловская роща. Там они есть. Она там сеется. Ну, по-разному ее относили. Ну, по-моему, все-таки это туя не западная, а туя складчатая. А вот то, что посажено было вчера, вот это околоудельное в каком-то здании напротив переезда. Они там давно живут. Они уже такие хорошие, по пять, по шесть метров. И действительно крупномерные вполне деревья. Видно, что это туя. Видно, что она совсем другая туя. Мне сложно сказать стопроцентно, что это за вид издалека. Но я думаю, что это складчатая. И, в принципе, их тоже можно использовать. То, что их крона, если вот мы берем обычную тую, привычную нам тую западную, даже видовую, ее крона более мелкая и более плотная. А у этой она такая рыхлая. Больше похожих части, конечно, даже дофикус. Очень отдаленно. Меня не очень впечатляют такие деревья. Хочется чего-то, говорю, более нарядного. Вот что-нибудь вот такого и этакого нам бы. Давай, ладно, расскажи немножечко хотя бы нам про многолетники. Из интересных многолетников, которые мы раньше не решались сажать. Можно поговорить о злаках? Не о тех злаках, которые нам привычны. Да, хотелось бы, да. Я имею в виду, что есть несколько видов бамбуков, которые отличаются довольно большой зимостойкостью и могут переносить морозы до минус 28 градусов, пускай даже кратковременные, и которые в природе растут как раз в таких местах, где снежные, но суровые зимы. Ну, традиционно, очень давно выращивается в культуре сазо-курильское. Точнее, этих видов целый ряд. На Курильских островах есть, по-моему, до 15 видов сазы, насчитывают ботаники. Более-менее распространенность, распространение в культуре в ботсадах, в частных садах коллекционеров получила саза-курильская. Она растет давно. Это бамбук с подземным корневищем, который распространяется не хуже любого пырея, с крупными листьями, которые, правда, в холодную зиму обмерзают, и к весне они выходят некрасивыми серыми. И где-то до середины лета они таковыми остаются. То есть, с точки зрения дизайна, наверное, это не самое красивое растение, но оригинальное. Потому что в ноябре, когда уже морозы первые убили всю траву, все многолетники, это все становится заметно. Есть еще один вид род бамбука, растущий в горах Китая. Это форгезия. Это бамбук, который образует куртину, который практически не расползается, у которого мягкие столики, мягкие стебли. И поэтому, я думаю, что это, возможно, это адаптация к суровому горному климату, к большому количеству снега. То есть, под весом нападавшего снега побеги наклоняются и лучше зимуют. Это действительно довольно уникальное растение для нашего климата. И действительно, я думаю, что форгезия муриэлла, форгезия руфа, еще какие-то виды, их несколькие гибриды, их вполне можно использовать в защищенных местах. У себя я его пригибаю на зиму. Может быть, это, конечно, несколько теряет смысл бамбука, потому что все-таки основная его прелесть ярко-зеленая листва, которая цвета яркой свежей травы и в ноябре, и в марте. В марте уже после этого, весной оно, конечно, страдает, но в ноябре этот пучок зеленой листвы выглядит очень эффектно в саду, где уже все пожухло, и в зеленый цвет остался только у хвойных, вечно зеленых растений, как-то рододендронов, и вот бамбуков. Но опять же, если вы живете в своем участке круглый год, и вы хотите, чтобы у вас была вот эта штука, и вы готовы рискнуть зелень всю зиму, и вы готовы рискнуть тем, что в какой-то момент она померзнет, часть побегов померзнет, померзнет листва, то тогда можно не пригибать. Но если вы хотите весной его поднять и увидеть эту зелень, то можно просто пригнуть. Они гибкие, они гнутся. Далеко не все виды бамбука имеют такие мягкие побеги. Они, с одной стороны, вертикальные, с другой стороны, и достигают двух с половиной, трех метров, даже в нашем климате. Слушай, ну я думаю, что все понимают, если мы говорим про банановодство на севере, мы все-таки уходим от малоуходности. Все-таки это растение, которое требует к себе дополнительного внимания. То есть, либо понимание рисков, понимание того, что это растение не нашей зоны, и оно может уйти в любой момент после того, как у нас случится плохая зима. Но этот бамбук реально растет там, где бывают двадцатиградусные морозы, тридцатиградусные морозы. Ну ничего, мы что-нибудь подукроем. Их не надо укрывать, его нужно просто пригибать. Не надо. И пригнем, и укроем. С розами. Извини меня, сколько мы нянчимся с этими розами? Смысл теряется, понимаешь? Если ты вечно зеленые растения на зиму укрываешь, ты утрачиваешь зелень в тот период, когда зелени уже нет, а снега еще нет. Ну вот у нас это практически до декабря может быть ситуация, когда снег не выпадает. На Новый год у нас оттепель. За городом все-таки снега чуть больше, а в городе у нас серая трава, пожухшая все. Это вот такое мрачное, серое, низкое небо. Короткий световой день, серые тучи. Вот все то, что любят описывать гости из более южных регионов, приезжающие в Петербург зимой. Слушай, ну а что вот по поводу мискантусов? Вот эти вот метелочки, они прям расходятся по интернету, и без них какой-то нововолновой цветник, он просто, мне кажется, сейчас немыслим. Все хотят эти метелочки. Ну это вообще любой сад немыслим, без лаков красивых. Да, метелочки с мискантусами следующая ситуация. Их несколько видов в культуре. Самый устойчивый мискантус сахароцветковый. Это растение, у которого длиннокорневичный злак, который очень агрессивно распространяется. Такой парейный стероид с корневищем толщиной под сантиметр, может быть. И он абсолютно устойчив. Он был устойчив и 20 лет назад, и 40 лет назад. Но он агрессор. Это растение для больших территорий. Второй вид, который широко используется в культуре, более южный, более капризный, это мискантус китайский. Это растение, которое образует компактный куст, но он менее зимостой. Вторая проблема, которую я вывижу для нашего климата, ему не хватает тепла, чтобы зацвести. По моим наблюдениям, есть очень много сортов, которые отличаются высотой, шириной листовой пластинки, окраской метеолог, окраской листвы и побегов осенью. По моему опыту, сортами сантуса с более широким листом успевают зацвести раньше, и они более устойчивы. Но все равно, я опять же перестраховщик, потому что я знаю, что может быть минус 20 без снега, и для мискантуса это может быть плохо. Поэтому я просто на зиму столько мискантуса кидаю 5 сантиметров торфа, который я весной разгребаю. Хотя многие этого не делают и считают, что они прекрасно зимуют, но вот мои попытки, опять же, вырастить его таким образом, ничем не укрывая, ничем даже... Да, да, да. Ну они ничему хорошему не приводят, он обмерзает, он обмерзает и все, и остается там три палки, которые не декоративного ничего дают. Вот скажи, вот пампасская трава всех очень волнует, потому что, ну... Если вы живете в Сочи и в Краснодаре, да, пожалуйста. Никак к нам пока нельзя внедрить? Нет, конечно, это не исключено. Нет, ну в горшках, да, все надо поставить в холодный парник, в холодный парник зимовать. Такого же масштабное что-то, действительно, вот такое вот... Мискантусы? Только мискантусы? Пожалуй, мискантусы, в общем-то, больше, наверное, никто. Но вейник Карл Форстер, он поменьше. Малиния тростниковая, в общем-то, порыхлее ломается снегом. Пожалуй, только мискантус, причем мискантус китайский. Есть еще мискантус гигантский, который, кажется, гибрид мискантуса китайского с каким-то неустановленным видом, хотя чаще всего упоминают сахароцветковый. Он действительно крупный, он дорастает трех метров, но я ни разу не видел его в цветущем условиях Ленобласти. Потом есть еще мискантус сорт Пурпурестенс, который показал себя более устойчивым, но зато он не каждый год успевает зацвести. Но при этом, я говорю о своем опыте, потому что понятно, что есть, возможно, где-то это будет успевать. Просто это действительно микроклимат, количество, сумма положительных температур конкретного места. Но я бы воздержался от посадок мискантусов на Карельском перешейке, особенно если это не самое солнечное место. Хотя, с другой стороны, люди их сажали, коллеги их сажали, и я видел, что они прекрасно зимуют и успевают засвести. Очень много факторов, которые невозможно учесть. Это всегда зона вероятности. И насколько вероятности успеха, вероятности провала, насколько это все будет жить. Ну, это все понятно. И давать декоративность. Нам же важно не просто, что это для галочки жило. Оно для галочки может жить вот в саду, где это достаточно стоит в коллекции. Можно попробовать. Это, в принципе, уже достаточно. В прошлом году у нас было очень много вопросов про пироканту. Можно ли попробовать пироканту? Привезите нам пироканту. Вы можете ее попробовать. В Тверской области, сказали, прекрасно зимует. Например, что не так далеко и от Ленинградской области. Что ты думаешь по поводу пироканты? Есть ли смысл пытаться ее... Я думаю, что можно попробовать, а дальше... Слушай, ну, чем он хуже скумпий, которые прекрасно зимуют, уже мало лет? Ну, смотри, во-первых, пироканта вечно зеленая. Это значит, что листья будут зимой на морозе сильно страдать. Понятно, что, скорее всего, она их сбросит. Либо они просто засохнут, она их уже сбросит весной. Но вот это вот тот фактор, который будет влиять. Есть сорта пироканты, которые вроде как в Канаде вырастут в так называемой пятой зоне на Ньюфаундленде. Но, опять же, если... Ну, сейчас просто сейчас уйдем опять дебри вот этого пресловутой климатических зон, которые на самом деле очень относительны. Если у вас минимум минус 28,8, то это у вас на одну ночь или на один месяц. Это у вас со снегом, это у вас без снега. Отбросив все, ты бы все-таки пироканты не рекомендовал. Нет, я здесь ничего не рекомендую. Я могу здесь сказать, что экспериментировать можно, но пробовать можно. Опять же, если вы сажаете у себя, это ваш риск. Смотри, вот магония подуболистная сидит у всех в саду уже достаточно долго и у многих неплохо себя чувствует. Да, она вымерзает по уровню снега. Не всегда. Я вот как раз вчера видел куст высотой 60 сантиметров, который явно уже ни одну зиму растет. Ну, 60 сантиметров. Ну, даже вот выше колена, середина бедра, в принципе, это уже заметно сейчас. Для магонии уже подвиг. И видно, что этот куст похоже, что уже посидел какое-то время и порос. А так, она магония очень давно растет. Она даже умудрилась натурализоваться в каких-то московских парках. Ну, как. То есть, это еще не инвазивный, но уже на пути. В Сойкино в прошлом году видели прекрасно зимующий падуб. А он какую-то зиму обмерз. Да, падубы тоже зимуют. И даже я знаю, что они зимовали давно, но они опять же низкие при этом. Во-вторых, если у вас случается зима, где у нас месяц минус 30, вот как это было по-моему, 14-15 или 15-16 года, когда обмерзали барбарисы и спирей в некоторых садах, спирей японские, и барбарис с тумбергосортовой, я бы так опять же, это вопрос того, что вы хотите попробовать. Поиграть. Можно поиграть, но понятно, что эти растения не должны быть основой сада, а не какие-то изюминки. И многие из них в принципе в отдельных садах жили 10, 20, 30 лет назад. Просто сейчас это стало более обычным растением. Их можно сделать более обычными растениями. Вообще известный факт, что растения, даже деревья, с возрастом у них зимостойкость усиливается. Потому что у них развивается корневая система. Она проникает шире, она проникает вглубь. У них растет, если угодно, иммунитет. Хотя, конечно, это слово по отношению к растениям не используется. Реонированное. Если оно здесь уже растет. Оно не то, что реонированное, оно освоившееся. Оно освоившееся. Оно набрало массу корней, которое набрало массу побегов. То есть, заняло какую-то территорию под землей и над землей. И, конечно, ему уже комфортно и оно живет. Первый год после посадки, когда у него корни ограничиваются колом, когда при пересадке посадки оно выносит колоссальный стресс, приезжает из другой климатической зоны, разумеется, оно намного более подвержено климатическим факторам, неблагоприятным, и вредителям, и болезням. Это, в общем-то, очевидно. Хотел тебя спросить еще по поводу Юльки. Я ведь тоже видел ее достаточно часто на картинках, в садах, по крайней мере, под Москвой. Она зимует. Ну, опять же... Что у нас-то? Я знаю, что она зимует. Я знаю, что она зимует. А цветет ли она вот этими прекрасными ландышами своими? Я слышал, что цветет, но я лично сам не видел, поэтому не могу ничего утверждать. Я думаю, что, как всегда, история может заключаться в том, что, опять же, может не хватать тепла. У нас с Москвой расстояние не по диагонали, а я имею в виду Москва на 500 километров южнее и на 500 километров восточнее. Не то, что у нас может просто не успевать. В принципе, в Москве прекрасно успевает. Хотя, в общем-то, 500 километров, пару градусов. Ну, вот я же говорил про пироконт Тверской области. Если же не врут, то... А может, ее снимают, может, ее укрывают, может быть, она растет в защищенном месте, может, там стена теплая. Если возвращаться к магнолиям, то вот в Ботаническом институте прекрасная магнолия-аккумината, магнолия-огуречная, по-моему, по-русски. Она растет у стены пальмового оранжерея. Это дерево явно больше 10 метров. Магнолия-огуречная. Да, но просто потому что она от оранжереи, которая один слой стекла и понятно, что ее постоянно подогревает. То есть, это все, опять же, вопрос микроклимата. И если у вас есть какие-то уголки, то всегда можно экспериментировать. Грустные какие-то перспективы обрисовал нам сегодня Виктор Тропченко. Но я надеюсь, что мы вернемся к разговору о северном банановодстве. Но это именно это игра. Это игра, это не то, что можно сделать серьезно. Понятно, что вы не будете делать живую изгородь из падуба или из лавровишни в нашем регионе, потому что и даже из тиса можно так с осторожностью ее делать. Кстати, я думаю, что еще есть растения, которые у нас тоже практически не выращиваются, но про лиственные деревья, лиственные кустарники это, конечно, отдельная большая тема. Давай ты нам подготовишь топ-5 растений, которые есть смысл попробовать в следующий раз. Я думаю, что мы продолжим этот разговор. Мне кажется, он очень интересный. К этому времени наши зрители напишут свои вопросы тебе, Витя, и свои пожелания по поводу тех растений, которые бы они хотели узнать. от тебя. с удовольствием отвечу на вопросы. Все прекрасно. Смотрите канал Европлант, на который вновь вернулся Витя Тропченко и, надеюсь, продолжит общение с вами. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо за внимание. Я записываю этот пасскриптум после самой холодной ночи этой зимы, когда в некоторых местах Ленинградской области температура достигала минус 33 градусов. Тем не менее, эксперименты в области северного банановодства я уверен, что можно и даже нужно продолжать. Делать поправку на то, что все-таки у нас одна зима сибирская, другая английская и пока сибирских зим все же больше, чем английских. И все же не стесняться укрывать экзотические растения, которые у нас находятся не в самом подходящем месте, не в самых подходящих условиях. Подбирать для них места и не сажать их там, где декоративность важнее эксперимента. Помнить о том, что эксперимент это эксперимент, а устойчивая, понятная, стабильная декоративность это совсем иная задача и она практически никогда не пересекается с интродукцией каких бы то ни было интересных растений. Всего наилучшего, успешных экспериментов, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok